Наш эфир продолжает программа Вайнштейн в эфире, но сегодня не совсем обычная программа, сегодня у нас замечательный гость. Во-первых, Леон, здравствуйте. А во-вторых, и Юрий. Здравствуйте. Юрий, вы где находитесь, если это не секрет, если это не военная тайна? В Киеве. Отлично. Итак, о чем сегодня поговорим? Начнем, наверное, от того, как меняется демократическая партия. О да, это очень важный разговор. И если какое-то время тому назад, пару-тройку лет тому назад, у меня там, естественно, есть знакомые, которые привержатся тем партии по разным причинам. И я всегда воспринимал, ну, если, так сказать, не саму партию, да, а людей, которые, скажем, идеологически более близки туда, как людей, которые хотят, в общем, того же самого, хотят, чтобы Америка развивала, чтобы люди жили лучше, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, что наши дети жили лучше, чем живут мы. И просто единственное, что методика у нас разная. Я пытался, так сказать, объяснить им что-то, они пытались мне что-то объяснить. Значит, в большинстве случаев это не удавалось. Но иногда происходили какие-то нормальные разговоры, споры там и что-то еще. Но вот последние пару лет принесли даже не то, что там нетерпимость, пару. Я бы сказал, больше, чем пару, кстати. Это не при Трампе началось. Это началось где-то, я думаю, приблизительно до окончания еще первого срока Обамы. Люди начали становиться все более, как бы, вот слово такое, оголтелые в русском языке. Это все более-более оголтелые, невосприимчивые к чужому мнению, с заявлениями какими-то очень резкими, с неприятием твоего мнения. Но даже при этом я не предполагал, что начнет происходить вот сейчас. Значит, дело в том, что демократическая партия, начав эту кампанию против Трампа, возбуждением какой-то ненависти, возбуждением постоянно... Вот смотрите, если человек приходит домой, что называется, там в 7 вечера, включает на 15 минут новости, пока он там ест свой борщ и выпивает стакан водки. Я не знаю там, что делают в американские работе. Я, наверное, все-таки не борщ и не водку, а пиво. Но неважно, и 15 минут смотрит телевизор, поглощая при этом, так сказать, новости какие-то, то у него ощущение, что Трамп кошмарный человек, у него вообще нет успехов, он синофоб, он женоненавистник, он расист, он антисемит. Неважно, ничего не важно. Ужас какой-то, да? Он выключает свой телевизор и, наверное, думает про себя, как эти люди могут его там терпеть, как они могут с ним работать, какой ужас, какой позор для Америки. И с этим он ложится спать. А главное, что если будет импичмент, то сразу придет Клинтон. Его заменят. Да, да, да. Из новостей такое впечатление складывается, что вот если импичмент сделаем, он придет Клинтон и будет все в порядке. Ну вообще все будет в порядке. Или Обама может вернется. И они этой истерикой взрастили или позволили в демократическую партию, в руководство ее, что такое Конгресс, что такое Сенат, что там сказать, это руководство партии, да? Войти людей, которые сным духом не должны были быть ни в Конгрессе, ни в Сенате, а даже если этого случайно попали, должны были бы молчать там. А если они говорят, и говорят то, что говорит Амар, например, говорит, да, скажем о том, что все конгрессмены и сенаторы, которые голосуют за Израиль, куплены еврейскими деньгами. Первая такая, так сказать, идея, которая принесена еще из тех времен, когда охранка царская писала сиаристских мудрецов протоколы. А вторая идея следующая. Евреям доверять нельзя, потому что они, кроме Америки, еще и, значит, дают честь, в данном случае, израильскому государству, еще неизвестно, кому они больше лоятны и кого они больше, так сказать, кто и более важен. То есть вторая та же история, которая из той же охранки. То есть вот тут, на этом месте, когда, ну, сказала, сказала, да, значит, сейчас должны были восстать все демократы, по крайней мере, все руководство этой партии, и сказать тебе там, кривая падла, не место в наших кругах, значит, ты не имеешь права быть ни в одном комитете, уж тем более в комитете по иностранным делам. И мы все, как один, голосуем за то, чтобы, так сказать, если ты еще раз откроешь рот, мы будем тебя делать импич. Я был абсолютно уверен, может, не в этих вот красках, но что-то такое произойдет. Юра, а что произошло? А произошло до точности наоборот. Произошло то, что, ладно уж там остальные наши члены партии демократической, если можно так назвать партии, не то, что против нее выступили, а евреи в демократической партии сказали, что вообще-то она не антисемитка. Ну, она просто женщина из другой культуры, она не совсем все понимает, хотя как же она попала в Конгресс, если она не все совсем понимает, и казалось бы, она изменится, а она продолжает, потому что это поддерживается, и поддерживается, к сожалению, американскими евреями, представителями демократической партии евреями. А более того, они злятся не на нее, оказывается, во всем этом виноват Трамп. О, абсолютно, я абсолютно в этом уверен. Он виноват, почему? Он виноват, потому что он назвал демократическую партию антисемитской, и евреи против этого. Как это так? Потому что столько конгрессменов и сенаторов в демократической партии, как же такое может быть? Как он посмел такое сказать? Ну, вообще-то, я считаю, что это не партия. Если республиканская партия еще имеет какие-то признаки партии, то демократическая партия не имеет уже никаких признаков. Это такая же партия, как партия Жириновского, там, Зюганова. Партия – это когда меняется руководство периодически. В демократической партии руководство не меняется, я уже не знаю, сколько лет. Одно и то же руководство, одни и те же лидеры в партии. Партия – это никогда все в партии голосуют, как в коммунистической партии, или как в партии Жириновского. Все единогласны, все все время. В демократической партии все голосуют одинаково. Никто никаких возражений не имеет. Особенно, не дай бог, если это за Трампа еще, не дай бог. Они сидят, не хлопают, они сидят как бы все. Это не партия, это больше похоже на секту, чем партию. Наверное, наверное. Наверное, это действительно обладает какими-то признаками сектанства. Я согласен с этим. Меня совершенно поражает американское еврейство. Совершенно поражает. Потому что должен быть какой-то у людей все-таки сигнал в голове – опасность. Если его нет, то что-то, значит, происходит с этим людьми. Особенно у евреев. По-моему, нам уже история дала несколько сигналов. Но даже собаки Павлова реагируют на сигналы. И у них есть инстинкты какие-то. Видимо, у нашего еврейства нет никаких инстинктов самовыживания. В Израиле они немножко попробовали самовыживать. Но все равно влево их подтянуло. И теперь, оказывается, палестинцам тоже надо отдать все. И таким образом мы получим. Юра, я хочу тебя предупредить. Хочу тебя предупредить, что сейчас русская пресса, если доберется до вот этого интервью нашего разговора, обязательно скажет, что сравнил евреев с собаками. Ну, с собаками Павлова, да. Окей. Юра. Знаешь, это не я сравнивал евреев с собаками. Это еще в советском области говорили, какая разница между Гуперманом и Доберманом. А, окей. Да, один обрезан сзади, другой спереди. Понятно. Недавно на СНН Пол Бегало, знаете, наверное, такого есть там деятель, говоря о Джереде Кушнере и Иванке Трамп, употребил выражение «кокорачес». Его правду. Да, да, да. И вот тут раз отдер... Это ты кого называешь? Иванку и Джереда? Не, не, ну я вот там попытался оправдаться. Кокорачес. Кто называет нас всех просто? Кокорачес – это таракан, чтобы нас... Да, да. Это, в принципе, да. Тараканы, крысы. Ну это, в общем, фашистские такие... Я хочу, господа, вот все втроем поговорить о тех антисемитских делах, которые сделал Трамп. Вот что же такого антисемитского он сделал? Ну, первое, конечно, что он вышел из ЮНЕСКО, да. За то, что они антисемиты, он вышел из ЮНЕСКО. Это, конечно, сразу же заставило американское еврейство очень занервничать. Как-то так. Из-за антисемитизма ты уходишь из ЮНЕСКО, значит, ты антисемит сам. Что еще он сделал? А, значит, сразу же после перевода посольства в Иерусалим, то есть де-факто признание права еврейского государства и евреев, говорить, где их столица находится. Они ждать, пока им скажут. Ни один демократ не поехал на открытие посольства. Значит, вот все предыдущие президенты, которые обещали... Ну, он еще сделал очень антисемитскую такую, ну, просто геноцидную антисемитскую маневр. Он перестал финансировать палестинцев. Да, это просто кошмар. Это просто уничтожит евреев сразу. Он отказал им в статусе беженцев, которые стоили... 70 лет беженцы. Он их лишил, их право быть династией беженцев. Дедушка был беженец, папа беженец, я беженец. Мы получаем. Они живут в Америке, уже три поколения в Америке живут палестинцев, и они все беженцы и получают деньги в Америке как беженцы. Вот, кстати, интересно, в мире есть еще такие примеры? Нет, абсолютно. Ты же подключайся. Когда людей, не только тех, которые действительно убежали там откуда-то, да? Не важно, почему сейчас убежали. Вот они мигрировали, да? А еще их детей и внуков тоже называют мигрантами и беженцами. Есть какое-то... Это специфически для Палестины. Это специфически для Палестины. И только у палестинцев есть целый отдел, есть целая комиссия в ООН по делам Палестины. Никаких других дел, ни по Туци, ни по Хуту, ни по украинским беженцам, ни по югославским беженцам. Нет, только одна есть другая, у которых в ООН есть свое агентство по беженцам. Наверное, просто других не жалко? Ну, нет, конечно, нет. Других же не евреи прессуют. Да, да, да. Кроме того, их очень выгодно держать как беженцы. Нельзя, ты понимаешь, ну, понимаешь, Леон, ты тоже как-то сравниваешь так нечестно. Если Хуту мочит мошеки и рубит на куски Туци, это не так страшно, как если израильский солдат, агрессор, не пускает бабушку перейти через границу, навестить ее внучку. Ну, сам пойми, что хуже, что по-звездски больше. Это израильские вот эти вот, ты защищаешь, ну, просто геноцидом занимаешься. Я помню частушку такую очень известную, советскую, я ее сейчас восприняю по памяти. Значит, по лесной тропинке узкой шел еврей с женой русской, а навстречу еще хуже шла еврейка с русским мужем. Ну, сам понимаешь. Сам понимаешь, если лишают ребенка кидать камнем в солдата в израильского, ну, это куда, какие вороты? Да, да. Ну, ладно. Значит, Трамп сделал еще несколько страшных антисемитских вещей, за которые, конечно, его 70% американских евреев и не любят, и голосуют за другую партию. Например, он, значит, предписал Госдепу бороться с антисемитизмом по всему миру. Есть такое предписание. Вот. И ставить, значит, борьбу с антисемитизмом как, значит, практически условие работы со страной. И что мы будем относиться к вам, так сказать, я не помню сейчас номера этого заявления и точно его названия, но суть я рассказываю совершенно правильно. Что если вы будете позволять антисемитизму у вас расти и цвести, то это скажется на наших торговых и политических отношениях с вами, с которым всему миру. Включая наших дорогих, дорогих, любимых по НАТО, значит, СО, я не знаю, кто они у нас уже такие, Франция и Германия, да? Франция и Германия, которые только что договорились между собой о том, что они будут помогать Путину строить Северный поток-2. Вообще никому не нужный Северный поток, за исключением России, которая позволит, значит, теперь перебрасывать газ из Северного потока-1, идущий через Украину, Польшу, сюда, по дну моря, и прессинговать теперь они смогут. А потому что Россия подкупила Трампа, понимаешь? Потому что Россия подкупила Трампа, и Трамп работает на Путина, поэтому они согласились на это. Понимаешь, это то же самое, когда сказал и Трамп, и все, что в Конгрессе у нас антисемитизм, и это надо прекратить, то сказали нет, надо выступить не просто против антисемитизма, а против вообще всего расизма и сексизма и всего. И разбавили всю эту антисемитскую там риторику, мол, не только мы против всего, но если, не дай бог, ты скажешь, давайте не будем, чтобы только Black Lives Matter, а все Lives Matter, то ты расист. Я боюсь, что по этому определению я уже давно расист. Нет, ну ты понимаешь, что с одной стороны не только мы боремся против антисемитизма, а против всего расизма, а с другой стороны нет, только за черные жизни, а не за все жизни. Ну я очень хорошо. Ты знаешь, что за все жизни, вот эта логика, она железная, и эта логика как-то объясняется в умах наших, как ты сказал, партнеров, Путинском понимании слова партнеров. Да. И вот такая, вот где мы находимся сегодня. Вот я и хотел перейти от антисемитизма в Конгрессе и вообще, так сказать, в американской верхушке, американской демократической партии, к более широкому понятию расизм. Потому что, ну, антисемитизм это один из, так сказать, как бы вариантов расизма, просто он такой давнишний, наш народ, которому и ты, и я принадлежим, мы так давно, так сказать, все это проходим, что как бы это... Мы участвуем в этом. Да, 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 к сожалению, недобровольные, но участники этого процесса. Американские евреи, по-моему, они добровольно участвуют. Они уже, я это и говорю, это просто какой-то кошмар. Ну, значит, вот двигаемся дальше. Расизм. С моей точки зрения, как только кто-то говорит, что вот эта раса хуже, чем та раса, да, он, ну, с моей точки зрения, начинает быть расистом, да. А если он еще говорит, что я отношусь к человеку не по тому, какие у него взгляды, как он себя ведет, как он ко мне относится, как он относится, вообще, так сказать, к окружающему миру, да, а потому что он принадлежит вот к такой-то группе или вот к такой-то расе, то это тоже является вот этим самым расизмом, да. И меня совершенно поражает, как люди, которые как бы все время горят и говорят, что самое главное, это чтобы не было сексизма, расизма, там, чего-то еще, тут же начинают, тут же начинают, значит, женщины, надо продвигать их, потому что они женщины. Там, афроамериканцы, надо продвигать их, потому что они афроамериканцы. Там и т.д. и т.п. То есть, все время вместо того, чтобы пытаться, вот, человек, который, так сказать, до еще нашего приезда сюда, так сказать, он это говорил, призывал к взаимоотношению нормальному между людьми, был потрясающим тогда лидером, так сказать, черной комьюнити. Значит, значит, ты знаешь, о ком я говорю, да? Значит, да, Мартин Бютер Кинг, джюниор. Значит, про синьор я не знаю, джюниор. Значит, он сам не очень, не очень простая личность, он сам, там, так сказать, какие-то завязки были странные с Кеннеди, как он вдруг начал... Он был очень, он был очень мультикультурный, в нем расизма никакого не было, так как он любил белых женщин. Да, ну, все любят белых женщин. Во мне тоже нет расизма, значит. Нет, ну я серьезно, значит, мне в данный момент я не говорю... Слушай, Леон, это получается так, что все, кроме нас, единственное, нас обвиняют, что евреи, один еврей протаскивает другого, и мы все время, а по сути получается наоборот. Мы протаскиваем всех остальных в тот же Конгресс антисемитов, чтобы не казаться, что мы только протаскиваем евреев. Все работает до точности наоборот, знаешь, как кривые зеркала у нас. Ну да, чтобы, не дай бог, не обвинили. Не дай бог, чтобы на осколе лучше расстреляем своих, да. Леон, мысль, главная мысль, которую бы я хотел подчеркнуть, коль скоро вы упомянули Мартин Лютера Кинга, его мечта была, что людей судили не по цвету кожи, а по его характеру. И, к сожалению, это справедливо, это справедливо, трудно не согласиться. Но то, что происходит сейчас в так называемом движении, там, за равноправие и так далее, все ведь с точностью наоборот. Вот ведь наша политика, политика демократической партии, в основном строится как раз на разделении на этнические расовые группы. То есть, affirmative action, это же не что иное, как явное проявление расизма. То есть, людей должны принимать в университеты в зависимости от их расовой принадлежности. Или там при устройстве на работу какие-то определенные... А тут очки. Если ты черный, то тебе дают там, скажем, дополнительных там пять очков. То есть, это впрямую противоречит идее, которую высказывал Мартин Лютер Кинг. Просто противоречит. Конечно, противоречит. Конечно, противоречит. Но это не только это. И еще у Мартин Лютер Кинга была такая философия, что ты не должен извиняться за то, кто ты есть. Ты не должен извиняться за то, что ты чернокожий. Ты не должен извиняться за то, что ты мусульманин. Ты не должен извиняться. Но сегодня у нас получается, что это сработало до такой степени, что мы ходим, и мы... Извините, что я белый христианин, а еще... А, мне хорошо. Мне хорошо. Да, я не женщина, я не гемосексуалист. Знаешь, это как говорили, да, ты еврей, но хороший человек. И я сейчас себя чувствую, я говорю, да, извините, я не гемосексуалист, я белый. Но я хороший человек. Ну, правда. Ну, что же поделать. Это ведь произошло не случайно. Вы же посмотрите, в университетах чуть ли не предметы преподаются. Навязывается чувство вины белому человеку. То есть, человек выходит из университета с чувством вины за то, что он белый. Это же легче, чем инженер, чем учить быть инженером или... Конечно. Конечно, легче. Поэтому это тоже, за это дают теперь кредиты. У меня есть огромное преимущество перед вами. Господа, у меня кожа цвета липкого, а не белого. Так что, извините, пожалуйста. Я ни в чем не виноват. Мы должны перед вами тогда извиниться и почувствовать себя виноватыми за то, что мы родились со светлым цветом кожи. Еще одно. Я тебе хочу сказать, Леон, что у меня тоже она, но местами. Я не буду уточнять, какими местами она у меня оливковая, но есть. Ну, так. Сложно увидеть. Да, еще я хочу сделать еще одно заявление. Я знаю, шесть поколений до меня, значит, еще, так сказать, когда австрийский гражданин, мой пра-пра-пра-пра-пра, уехал из Вены на Украину для того, чтобы поставлять оттуда дерево и его папию, у которого была небольшая мебельная фабрика. Вот я точно знаю, что в течение шести последних поколений у нас не было рабов. Да ладно. Да. Реш. Это ты сейчас коснулся. Понимаешь, тут проблема не то, что, допустим, есть антисемитизм или расизм или еще что-то. Да, везде бывает, что побьют гомосексуалиста или плюнут на еврея или унизят черного. Проблема не в этом. Это всегда было, есть и будет. Проблема, когда общество изменяется. Когда побили, допустим, гомосексуалиста и все общество вышло на улицу и это протестует, это здоровое общество. Сегодня мы это потеряли. Сегодня в Конгрессе у нас явно антисемитские выступления, а никто не выступает против этого общества. Это как в Советском Союзе, знаешь. Было такое, что мой дедушка, я его попросил одеть медаль. Я, наверное, когда-то рассказывал это, когда меня в пионеры приняли. И он мороженое мне купил там шарики. Все, мы едем в троллейбусе, и пьяный над ним висит и говорит, а, там, евреи, вы же не воевали, что-то нацепил на себя. То есть, я тогда даже диссоциировал себя от дедушки, мне было стыдно там. А мой дедушка был такой, он был умный, такой комический. И он встал и говорит, ну, хорошо, я еврей, мы не воевали. Ну, товарищ Брежнев же воевал, почему вы называете товарища Брежнева там евреем? Этот пьяный сразу, знаешь, протрезвел немножко, он же ничего этого не говорил. Все, троллейбус остановился. Так все молчали, сидели, пока он моего деда унижал. Знаешь, как пьяный, повторяю, тут троллейбус остановился, это что такое, хулиган, пришла милиция, этого выявили, моему деду все жмут руку, вот правильно, это хулиган, что это такое, и троллейбус двинулся. И я сидел и всю жизнь думал, какой же подонок был вот этот пьяный, что он так моего деда унижал, и видел, что евреи не воевали, и что он вообще с мертвого снял эти медали. А потом, вот сейчас я уже когда подрос, я подумал, нет, вот этот пьяный как раз был не подонок. Два человека были не подонки в этом троллейбусе, мой дед и этот пьяный. Этот пьяный говорил то, что все о ней думали, но они все молчали. Только когда товарища Брежнева упомянули, что, мол, он не еврей, и он воевал, только тогда они восстали, потому что это было правильно. Вот они все были подонки, а этот пьяный как раз был не подонок. То же самое у нас сейчас происходит. То же самое происходит у нас сейчас в обществе, где все только идут с линии партии. И никто возникать против не хочет. Даже сами евреи против антисемитизма возникать не хотят. Вот Трамп, да, Трамп антисемит, мы все это решили, и это мы будем гнуть эту линию. Давайте мы пойдем сейчас на небольшой перерыв, и с той стороны, что называется перерыв, продолжим этот разговор, потому что это то, куда я вел. Партия превыше всего встала в Америку. Возвращаемся в программу. Напомню, с нами сегодня Леон Вайнштейн и Юрий Табах. Итак, Леон, вы говорите, мы дошли до той точки, что-то вы хотели отметить особо. А, относительно партии, очевидно. Партии, да, да, да. Значит, еще одна сторона того, что сейчас происходит, это мы сейчас поговорили о расизме и антисемитизме. Я добавлю еще пару вещей туда, потому что для меня это поразительно, как вот демократическая партия быстро укатывается в какие-то заоблачные совершенно для меня невозможные дали. Вот, например, значит, два дня тому назад губернатор нашего штата, я живу в Калифорнии, заявил, что все сидящие на так называемом death row, то есть той тюрьме, из которой потом ведут на казнь. Значит, убийцы, кошмарные совершенно, серийные убийцы. Группа из российских бандитов, которые приехали сюда, обосновались, начали воровать людей, отрезали им пальцы, пытали, деньги с них требовали. А потом, когда вытаскивали все, что могли, они набрасывали им полиэтиленовые мешки на голову, страшная смерть. Они задыхались, после этого они закатывали их там в мешки и бросались камнем вниз в озера, так сказать, близлежащие. Очень долго не могли, почему-то не могли поймать, я не знаю. Вот они тоже сидят там. И вот всем им отменена смертная казнь. И они теперь, ну, пожизненное заключение, я не знаю, может быть, можно будет посидеть, немножко хорошо себя вести, исправиться, может быть, выпустить. Я просто не знаю этого. Может, если мы говорим, сейчас тоже хорошо выездим, да. Да, сейчас я еще один поэт, и я закончу. А если бы это было просто так, то я мог бы сказать себе, что, окей, эти люди против того, чтобы один человек умер, шлял другого, они считают, что только Бог, например, может и делать, да, там, так сказать, и тому подобное, все, так сказать. И никогда никого нельзя убивать. Но эти же люди, одновременно, заканчивая говорить про это, начинают говорить о том, что можно убивать детей после того, как они родились, живые. Значит, если мама хочет, значит, вот мама хочет, родился живой ребенок, значит, надо его вколоть что-нибудь, чтобы он там, так сказать, мило умер. Либо просто оставить его там на столе, чтобы задохнулся, так сказать, или, не знаю, там, так сказать, и скончался. А идея убивать ребенка, который, что называется, на подходе, на конце девятого месяца, за час до того, как он должен родиться, она настолько же абсурдная и кошмарная для меня, как идея убивать его после того, через секунду после того, как он родился, да, так сказать. А может, через два года можно, а может, через пять, а может, мама приводит обратно двенадцатилетнего сына и говорит, ну, плохо себя ведет, он мне надоел, убейте его, пожалуйста. Потому что совершенно одно и то же. Хорошая идея. Да, конечно, так сказать, много народу, поизбавитесь бы от большого количества народу. Сколько мальчику лет? Он говорит, восемь, да, говорит, аборт делать поздно. Да, поздно. Ну, видимо, в демократической партии это не анекдот, это, видимо, реальность. Можно и восемь лет сделать аборт. Я не могу понять, как одновременно с двух сторон одного и того же рта можно говорить преступников, убийц. Мы будем миловать, а детей, у меня есть идея, почему они это говорят, а детей, которые вот только что родились, можно убивать, да? То есть, что тебе тут непонятного? У убийц у этих мам нету, а здесь мама есть, которая может их убить. Да. Значит, с моей точки зрения, дети неизвестны еще за кого будут голосовать. А, убийцы, если дать им право голоса, будут голосовать за демократическую партию. Точно так же. Почему? Потому что при демократах сроки меньше, полиция бездействует, скажем, вот как в Балтиморе. Ну, полиция два с половиной года, она перестала работать там. У них уже на спальне. Варенька началась по этому поводу. Теперь они же, значит, эти же самые афроамериканцы, которые кричали руки прочь от наших, значит, вот районов, они говорят, где полиция? Они расисты, они к нам не ходят. Как же они к вам не ходят? Вы бросаетесь камнями, а потом вас нельзя хватать бить там, так сказать, даже когда вы бьете нас, да? То есть, пять человек посадили совершенно накачанного наркотиками, полузуможедшего, орущего, посадили в воронок, то, что называется, да? Заперли его там. Он там продолжал биться головой, как мы все уже знаем, да? Так сказать, себя вывел полностью из этого самого и скончался. А их за это судили, испортили карьеру пяти людям. Потом, правда, вы, если решали, не виноваты ни в чем, но сколько было демонстраций пожаров, криков, воли. Ну, а этот, который себя дал, как будто на него напали и кричали, что Мага, это Мага Кантри. Да. Сколько полиция была занята, оказалось, что они сейчас его оправдают, сейчас вот пусть скажут, что он бедный, несчастный. В Филадельфии тоже у нас выбрали прокурора главного Филадельфии, который пятьсот раз судил полицию. Чтобы полиция не делала, арестовал наркомана, наркодилера, он их судил. Все, сейчас полиция у нас ни на что не реагирует, они сидят и говорят, нафиг надо. И теперь стали все кричать, а где же полиция, а где же полиция? У нас гангстеры ходят и отстреливают людей в Филадельфии. Ой, господи, о чем мы говорим? Я хочу, знаешь, еще что рассказать, такую историю. Я сейчас вспомнил, что недавно, несколько дней тому назад, я сидел с некоторыми, опять же, евреями, которые у нас служат в Госдепе. У нас тут целая такая группа есть, мы разговаривали. И, конечно, поднялся вопрос. Я уже даже с ними не поднимаю вопрос о Трампе. Это уже понятно. Вопрос о Украине. Как же ты вот там сидишь в Украине, помогаешь этим антисемитам, а ты что не знаешь, что они творили во время погромов или Второй мировой войны, как они с фашистами, как они с... Я говорю, знаю. Все я прекрасно знаю, не меньше, чем вы. Но сегодня у нас в Конгрессе больше евреев-антисемитов, чем в Украине украинцев-антисемитов. Потому что в Украине сегодня, премьер-министр Гройсман, открытый еврей, и его поддерживает народ. Сегодня в Украине, не дай бог, конечно, но могут выбрать открытого еврея Зеленского в президенты. Огромная поддержка у него идет, особенно среди молодого населения, прогрессивного населения, открытый еврей. У них в Украине нет антисемитского, антиизраильского движения БДС. Никто это не поддерживает здесь. Да, есть, как и в любой другой стране, включая Израиль, здесь и бритоголовы, и националисты, как и в Украине. Конечно, но населением они не поддерживают, популярностью они не пользуются. Да, украинцы хотят сделать там, у них должны быть какие-то свои герои, Бендера или еще кто-то. Они пытаются это делать как-то более-менее аккуратно, чтобы ублажать всех. Но такого махрового антисемитизма, как у нас в Конгрессе, который бы поддерживал весь народ, такого здесь нет. Только о чем же у нас идет речь? Где же у нас, у нас получается абсурд, у нас получается, что традиционные, зверские эти антисемиты оказываются не антисемиты, а евреи оказываются сами антисемиты. Еще хуже, чем, как бы сказать, нормальные. Да, Сережа, извини. Нет, нет, я, кстати, не встревал в этот разговор. Да, что ты сказал. Дело в том, что вот тут я хотел бы как бы свернуть, так сказать, чуть-чуть свернуть от того, что мы говорили, к некому выводу. Даже не выводу, а неким, так сказать, идеям по этому поводу. А мне кажется, мы все время с тобой уворачиваем. Да? Думай, как бы вокруг. Вокруг одной и той же темы, что же произошло с 50% населения нашей страны и что же произошло с руководством одной из двух великих американских партий. Вот я в последнее время слежу за тем, что происходит в русскоязычном пространстве, скажем, на каналах каких-то там. Вы имеете в виду медийное пространство? Ну да. Голос Америки, там радиостанция, как она называется? Свобода. Свобода Деферти, да? Потом, значит, ну это самое, так сказать, RTVI, которая, конечно, так сказать, голос, что называется, Кремля. Или даже просто лично товарища Путина, не знаю. Читаю какие-то заметки, газеты. Заходил пару раз на сайт этого самого Никарпова, извиняюсь. Каспарова. Да. Еще я какие-то читаю, там время от времени смотрю, что говорят какие-то специалисты, приехавшие сюда в Америку из Советского Союза, значит, ныне американцы или там европейцы. И что они говорят о Трампе, о стране, о положении здесь. И я в состоянии абсолютного ужаса, потому что вот я сконцентрировался, скажем, на голос Америки и на других субсидируемых нами с вами, называется государством, на самом деле налогоплательщиками. Платишь налоги, субсидируешь. Которые воюют просто с Америкой. Не только с Трампом, с Америкой, с капитализмом, с нашим образом жизни. Им все время что-то не нравится. Им не нравится и Путин тоже. Я не к тому, что они, так сказать, путинские. Но они вот ту же самую отгалтелую ненависть свою к Путину, и, так сказать, я понимаю очень хорошо, там, так сказать, ее и разделяю во многом. Но они это же самое взяли и перенесли теперь на новое место, в котором они живут Америки, которое являлось когда-то прямой противоположностью. И она им платит за это, у нас же какой-то псорреализм. Тебе платит Америка, и ты сидишь и несешь на Америку. Конечно, это никуда не годится. Вот, например, RTVI платит Россия, они несут на Америку, на Россию не несут так сильно. Но они подыгрывают, чтобы как бы выглядеть как, а не объективные. Никакой объективности там, конечно, нет. Я это говорю, как тот человек, который испытал сам на себе. Несколько раз я с ними просил, сначала по-хорошему, потом по-плохому, потом я отказался выступать. Я говорю, потому что идиотов нет. Нет идиотов. Видно, что вы подыгрываете Россию, вы подыгрываете Путину, и вы гоните против Америки. И меня используете. Это для легитимизации этого. Нет, 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 не так. Мы будем на ваших условиях это делать, что будет поровну, что будет объективно. И каждый раз в ралли, и каждый раз... Это обман. Это обман идет, и это видно. Рекламы нет, да? Вот сейчас у нас была здесь реклама на радио. А там нет никакой рекламы, кто за это платит. И это явно все это выглядит, и использует, и маневрирует, конечно, технологии развитые до такой вот этой пропаганды, пророссийской и антиамериканской, и, конечно, антиамериканской, это антитрамповской. Потому что Россия, когда говорят, что Россия хотела, чтобы Трамп выиграл, да, хотела. Но хотела почему? Потому что это такой был бы Жириновский, который развалил бы Америку. И теперь они над этим играют. Они пытаются дальше доказать, что Трамп это тот, который разваливает Америку. И мы в этом еще участвуем, смотрим, и никуда ты не денешься. Вот это RTVI, Голос Америки, это единственные, в принципе, русскоязычные каналы, где могут в основном русскоязычные люди во всем мире смотреть. Хотя в Украине и в России эти каналы запрещены. Я только два слова вставлю. Юра, вы выступали на RTVI, я смотрел ваше выступление, я понимаю ваше возмущение, поскольку как они себя ведут на RTVI по отношению к вам. В то же время у нас есть тут адвокатша одна, которая с гордостью ее приглашают на RTVI. Но она такая, во-первых, она абсолютно демократка, а во-вторых, она Трампа-ненавистник. Просто, я не знаю, в каждом своем посте, там, в соцсетях, она его как только не обзывает. И она с гордостью заявляет о том, что ее приглашают как эксперта на выступать на RTVI. Я согласен. Должны слышать и ту, и эту сторону. Вы приглашаете меня и приглашаете ее. Но если вы постоянно приглашаете, сначала приглашали меня и ставили против нее, или ту же госпожу Хрущеву, профессора, ставили против меня, то потом перестали это делать, стали сначала меня, я выступал, потом меня отключали. И последнее слово имела или госпожа Хрущева, или какой-нибудь российский эксперт очередной. Они имели последнее слово, они меня подрезали, и все, и у меня обратно ответа не было. Много раз я договорился, что этого не будет, или ставьте меня против них. Мы одновременно ведем диалог с собой. Это будет тогда объективно. Или, если уж вы так хотите, то я буду иметь последнее слово, а не они. Вы отключаете их, и я буду... Да, 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 и каждый раз было одно и то же. Каждый раз меня отключали, ставили или какого-то левака, ненавистника Трампа, или какого-то российского эксперта. А тут уже, извините, никакой объективности нет. Да, конечно, госпожа Хатрикадзе выступает против Трампа, но зато в России сидит... Как его зовут? Забыл сейчас. Тихон, который как бы за Трампа. Только госпожа Хатрикадзе вещает 5 часов в день против Трампа, а господин Тихон 20 минут за Трампом. Это не объективно, господа. Давайте попробуем принять хотя бы один звонок. Радиослушатели настаивают на том, чтобы поучаствовать в разговоре буквально. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, у меня вопрос. Вы именно RTVI имеете в виду? Вы не путаетесь с RTVI? RTVI же была вроде всегда нормальной, там, как Мурза была и прочее. Наверное, была раньше нормальная, наверное, что-то изменилось. Наверное, владелец изменился. Владелец изменился. Это тот же сейчас, как я понимаю, тот же самый владелец, что и владелец звезда в России. Это принадлежит россиянам теперь канал RTVI. Да, он сильно-сильно изменился, и он вещает совершенно по-другому. RTVI – это по-английски, а RTVI – это по-русски. RTVI тоже было создано первоначально для того, чтобы дать хороший имидж России, рассказывать какие-то позитивные вещи про Россию. Это, конечно, быстро закончилось, потому что сколько можно рассказывать, что у нас балет и ракеты лучше всего. И вернулись к тому, к старой, советской, привычной нам вещании, выливать очередную бочку дерьма на Америку. И вот это вот пошло очень хорошо. Ну, и как вы справедливо заметили, это финансируется, скажем, Кремлем, и понятно, почему они ведут такую политику. Но вот Леон поднял очень интересную тему, такую болезненную информацию, которая финансируется деньгами налогоплательщиков – это «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые занимаются антитрамповской пропагандой. И вот тут возникает вопрос – а где же мы? Мы все в том же месте. Есть сейчас две петиции. Одну написал с подачи Юры, ваш покорный слуга. А вторая, значит, написана группой, так сказать, группой людей, которые, так сказать, до меня еще это сделали, которые призывают народ подписывать их, сплотиться и подавать это с немного разной целью двух петиций, но суть одна и та же – вмешаться в процесс того, что вещают те станции, те государством поддерживаемые источники средства массовой информации, для того, чтобы либо, так сказать, заменить это вещание на какое-то другое, либо сделать там хотя бы 50% противоположного вещания, чтобы люди сами решали. То есть пускать туда людей с взглядами, которые считают, что Америка – великая страна, что она уникальная, что капитализм – это положительное, крайне отрицательное, что приводил бы примеры, рассказывал бы о достижениях Трампа, так сказать, естественно, а потому что рассказывать как СНН все время о том, какой он ужасный, ну так по всему миру русскоязычные люди считают, что ужасно. – Да, и как часто вы видите Леона или меня на этих каналах? Спасибо, Леон, что ты, кстати, написал, это очень грамотно, потому что, как ты знаешь, я буквы не все знаю, мне было сложно это писать. Но эти петиции, многие там люди говорят, это глупо, это то, это сё, но это легче всего критиковать, легче всего ничего не делать. И то, мол, посылать Трампу или в Белый дом – это бестолк, он никогда это читать не будет, до него не дойдёт. Наверное, да, но делать что-то нужно. И просто сидеть и говорить ничего не поможет, но это легче всего. Я рекомендую или прошу всех наших слушателей распечатать эту петицию, посмотреть её, прочитать, самим подписать и передайте это своим конгрессменам, своим сенаторам и конгрессменам. Они это увидят, они это поймут. И некоторые из них, не все, но какая-то часть из них поднимет этот вопрос. И таким образом это сработает. Это, поверьте мне, это работало в Америке уже 200 лет. Это работает. Какая-то группа людей собирается, высказывает своё недовольство или довольство чего-то, и один из конгрессменов это вынесет на обсуждение. Серёжа, вот давай так сделаем. Значит, я сброшу тебе линк и русскоязычный, и англоязычному тексту оба. Чтобы люди могли для себя, что называется, те, кто, может быть, не очень хорошо понимает по-английски, посмотреть русскоязычный и распечатать англоязычный. Во-первых, подписать обязательно. А во-вторых, распечатать англоязычный и послать это, послать, отнести, стучать в двери, стучать кулаками и тому подобное. Отнести выборным нашим лицам. Первую, да, в первую очередь, когда я вернусь в Соединённый Штат, я пойду к своему конгрессмену, я передам их. Я бы хотел ещё уточнить. Насколько я понял, эта петиция планировалась или уже скорее размещена на сайте Белого дома, и там при определённом количестве подписей Белый дом должен на неё отреагировать? Совершенно точно. Надо добрать до 100 тысяч подписей, и тогда, там уже пару тысяч есть, и тогда Белый дом обязуется это прочесть, среагировать. А если это что-то, что, так сказать, они тоже видят какую-то целесообразность, то это пойдёт к президенту. Сам ли он увидит, кто-то очень близко к нему, я не знаю, но кто-то там рядом с овальным офисом будет на неё смотреть и реагировать. Но лучше всего также не упускать, что к вашим местным конгрессменам это тоже очень будет полезно. Ну да, но в том случае, если он получит физически тележку этих петиций, тогда он отреагирует. А если он получит 2-3 подписи, он на это даже не обратит внимания, я просто знаю эту ситуацию. А вот линк на сайт Белого дома, нам хотелось бы, так сказать, распространить. Я раскидаю. Вы знаете, на сегодня, вот сейчас, в данную минуту, на Ютьюбе смотрят 433 человека. Я думаю, если бы мы бросили линк в следующий раз, если будет такая возможность, сразу раз в комментарии люди бы посмотрели, может быть, кликнули и пошли бы уже и подписали эту петицию. А вот, Леон, ты можешь написать сейчас этот линк, пока мы говорим, и выставить тоже на экран, потому что я выставляю на своих каналах и везде, и у меня сейчас... Я не знаю, если у Леона технистик. У тебя очень много зрителей, твоих личных, там до десятка тысяч набирается, поэтому выставим этот линк, пожалуйста, набирайте, потому что каждый, конечно, говорит, что мой голос ничего не значит, но поверьте, что если мы соберемся, и мы будем активно действовать, и это, по большому счету, это наша обязанность, это наш долг перед Соединенными Штатами Америки, это наш долг, мы не можем просто так бросить. Кто-то сюда нас вытащил, кто-то нам помог уехать, это были лоббисты, как ни странно, это были левые евреи, они пролоббировали наш, чтобы выпустили нас из Советского Союза. Если бы они знали, что 75% русскоговорящих евреев будут голосовать за республиканскую партию, они бы никогда этого не сделали. Это была их ошибка стратегическая. Давайте попробуем принять звонок. У меня тут развиваются телефоны. Сережа, вот я сбросил деньги. Что они сделали, это им честь и хвала, потому что они смогли организоваться. И мы не должны быть хуже, мы должны тоже вести себя более не менее ответственными, не быть совками, что, а, моя хата с краю, делайте что хотите, вот мы гордимся Леоном и Юрой, вот они что-то делают, вот они пусть и делают. Нет, так, ну, это неправильно. Вот я ваш линк, Леон, я уже поместил ваш линк, прям там, где у нас комментарии на YouTube, я надеюсь, что, и вот еще один пришел. Да, я помещу все на YouTube. Давайте попробуем все-таки принять звонок, может быть. Да. Добрый день, пожалуйста. Алло, добрый день. Наконец-то я до вас дозвонился. Я очень рад за какое бесподобное выступление. Я очень рад. Но мне одно волнует. Кто-то мне может сказать, где Трамп возьмет деньги на строительство забора, потому что опять ему наложив вето, он все равно не может взять деньги ниоткуда. Я даже не представляю себе. Может, что-нибудь объясните мне? Ну, деньги он может взять. Он может взять, он может взять деньги и сделать его от Executive Decision. Он может приказать. У него есть резерв по национальной безопасности, где он может сам выгодить деньги. И на него подадут за это в суд, потом подадут в другой суд, потом это перейдет в... В общем, деньги можно найти. В Америке всегда можно найти и всегда президент можно найти. Если Обама нашел миллиарды долларов для Ирана, то я думаю, что Трамп сможет найти деньги для построения стены. Но стена, она все равно строится. Это не то, что сейчас ничего не происходит. Она все равно усовершенствуется, она строится. Стена это не только стена физическая. Там много других компонентов... Привод от нарушения, там и тому под нарушения, электроники, осветки... Давайте попробуем принять еще звонки, а то мы сегодня людям не давали возможности пообщаться с нами. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Так, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Я хочу сказать несколько слов. Ну, защиту родителей, чьи дети незаконным путем попали в университет престижный. Мы сегодня об этом говорить не будем, у нас немножко другая тема. Мы как-нибудь... Мы сегодня уже об этом говорили, на самом деле. Мы сейчас говорим о том, что необходимо что-то предпринять с тем, чтобы наши деньги не шли на оплату... Ну, оболванивание нас же. Совершенно верно. И я вот в комментарии на YouTube поставил линки, можете кликнуть и посмотрите, что за петиция. А на экран мы можем выставить на экран вот сейчас? Неважно, люди, которые смотрят, они смотрят и комментарии в том числе, поэтому... Да, но где люди потом... Мы с Леоном потом выставляем на наших каналах, и люди, которые смотрят на наших каналах, тоже тогда смогут это увидеть. Я должен подумать, как это сделать. Да, 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 да. Если ты хочешь, у меня есть там бумага, просто напиши, поставь. Окей. Давайте мы примем еще звонок. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела выступить в защиту себя и общества. Вот, уважаемые ведущие, вы сказали, что общество молчит, вот на сцене антисемитизма и прочее. Значит, группа... эмигрантов с Советского Союза, такого нежного пенсионного возраста, мы написали письмо Джан Чаковски, достаточно резкое письмо, осудили очень ее отношение к Амар, буквально написали, что вы не только не осудили ее, вы ее даже засчищали. Ну и сейчас вот мы ждем ответа. Спасибо большое. Я скажу для тех, кто не в курсе. Джан Чаковский, это конгрессмен, наш девятый избирательный округ, живет у нас, представляет в город Скоки, где у нас довольно много русскоговорящих, в том числе евреев, русскоговорящих, проживает. И она выступила. Я там на фейсбуке, на своей страничке сделал такой пост. Так что спасибо вам огромное за то, что вы не сидите сложа руки и что-то предпринимаете. Друзья мои, Юрий Табак, Леон Вайнштейн с нами, но, к сожалению, времени больше не осталось. Мне остается только поблагодарить и выразить надежду, что мы не последний раз в эфире народной волны. И мы будем продолжать говорить об этом и будем делать все, что в наших силах для того, чтобы противостоять оболваниванию, как сказал Леон, справедливо русскоговорящих. Спасибо огромное. Спасибо. Будем готовы к весеннему обострению. Да, оно похоже началось. Спасибо. Спасибо, Леон. Спасибо, Юрий. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok